Между завтраком и обедом работает снэк-бар. Активный отдых и свежий воздух всегда вызывают хороший аппетит. Видите, как много людей пришло перекусить в перерыве между завтраком и обедом. Кто хочет, пьет айран. Вот там дальше целый чан этого айрана. Тут же есть пиво, фрукты, салаты, всякие булочки. Можно сделать гамбургер. Ну, я не выдержала, я очень хотела фруктов. Я взяла сладчайший арбуз, абрикосы и сливы. Давайте ближе познакомимся с меню и персоналом снэк-бара. Пельмени даже есть. Лепешки с творогом. Боже, какая красота. А здесь у нас лепешка с мясом. Пуковые кольца. Боже мой, выбор шикарный. Здесь пицца, здесь красивый мальчик. А мальчик вообще супер. Так, спагетти, соусы, картошка. Добрый, добрый, добрый. Здравствуйте, здравствуйте. Все очень красиво. Фаршированные котлетки в кляре и запеченные овощи. Ну, слушайте, ребята, выбор сумасшедший. Очень все красиво и вкусно. Спасибо вам большое. Это главный ресторан. На обед всегда есть фрукты, овощи, зелень. Каждый выбирает, что желает. Ну, для сладкоежек здесь просто рай. Огромный выбор. Ну, вот обратите внимание, и желейные тортики, и пирожные. Абсолютно разные. Есть пахлава. И дети, и взрослые не могут удержаться, чтобы не попробовать все эти красивые кондитерские изделия. Каждый день ассортимент меняется. Так, ну, а вот здесь у нас идет чай, кофе, соки на выбор. И с этой стороны сейчас пойдет ряд совершенно других пирожных. Одним словом, на любой вкус. Дети, конечно, не вылазят из этих рядов. Они без конца здесь тянут что-то к себе в тарелочке. А теперь давайте посмотрим на основные блюда обеда. Ну, я бы тоже взяла бы одну попробовать. Можно? Спасибо большое. А что здесь у нас еще? У нас тут есть фаршированные помидоры, там дальше рис. Так, а здесь мы видим разнообразные салаты, сыры, грибы, фасоль. Словом, вы можете выбрать все, что вы желаете. Так, ну, а тут наши люди всегда стоят за картошкой. В данном случае за картошкой фри. Какое-то мясо еще жарят. Но хочу обратить ваше внимание, что очень большой выбор хлебобулочных изделий. Хлеб я стараюсь не есть, но тут очень вкусный хлеб, особенно с зернышками, какие-то булочки. Ну, вот на обед, как правило, и пицца есть. Ужин в главном ресторане – это всегда событие. Это всегда что-то неожиданное и очень вкусное. В один из вечеров нам предложили тунца. Здравствуйте, мальчики! Как у вас все красиво и вкусно! Я, честно говоря, от такого изобилия просто слюнки текут. Спасибо! Так, ну, вы видели, там и баранина, там и вот это вот все, это шкварится, жарится. А теперь тут у нас индейка. Добрый вечер! Вот тут вот, смотрите, соевый плов и крылья индейки. Потрясающе! Потрясающе! А мальчики какие красивые! Обалдеть! Ну, венец всего сегодняшнего вечера и ужина – это, конечно, вот это изобилие красного цвета. Я уже взяла себе. Спасибо большое! Это лично шеф-повар для вас приготовленный. Спасибо! Спасибо, ребята! Я просто поделюсь в Инстаграме. Это необыкновенная красота! Я представляю, как это вкусно! Спасибо большое! Вау! Вот такая красота! Видите, ребята? Огромные, огромные раки! Сегодня это будет у нас на ужин. Ну, придется пить пиво, ребята! Друзья, сейчас пол первого ночи. Но мы с дочкой решили вечером почему-то вдруг покушать, потому что проголодались. Была бессонница. Мы пришли в ресторан, нас проводили, показали нам, что есть. Мы выбрали суп. Вот нам захотелось супа. И выбрали кукурузу. Можно было выбрать еще там какие-то салаты и так далее. То есть, даже если вы проголодаетесь ночью, в этом отеле вас удовлетворят. Дорогие гурманы, если вы еще раздумываете, какой отель выбрать, чтобы быть неголодным, чтобы наслаждаться изобилием вкусов, то советую, приезжайте сюда, в Квинс Парк, до Кирова.